Всем привет, с вами Марина Север, вы на канале Double Let's Play, игра, которая не нуждается в представлении, потому что чаще всего на канале в последнее время появляется только она. И, казалось бы, у меня закончился контент в игре, почему бы не начать проходить какие-нибудь другие игры, которых очень и очень много накопилось в последнее время, в том же самом Epic Games, постоянно на каких-то раздачах что-то забирают, да и в Steam тоже игры лежат непройденные, но нет. Как вы думаете, что я сделала? Конечно. У меня уже давно есть второй аккаунт, и я периодически на него захожу, кручу круточки, и я специально тут не прохожу никакие задания. Ну как не прохожу, я оставляю задания легенд, чтобы потом их пройти на запись в перспективе, хотя бы не каждый раз лень все это делать, но тем не менее они у меня остаются. На всякий случай. И вот в этот раз я решила пройти задание легенд с Шэньхэ, все-таки она была моей второй желанной легой после райден, и решила пройти с ней сюжетку. Вот. Сейчас вы, собственно говоря, видите Елань. Вообще, когда ее нонсировали, я не могу сказать, что я сильно ей впечатлилась, что она мне понравилась, но все-таки почему-то я решила выбить ее на втором аккаунте. Выбила, и я ничуть об этом не пожалела, она настолько крутая. Мне так нравятся ее атаки, вот с этой самой нитью, когда она завязывает врагов. Это выглядит настолько потрясно, и она в сочетании с райден, это просто убойная сила. Ну, и сегодня я покажу ее в действии, хотя, наверное, многие, кто ее себе выкрутил, кстати, пишите в комментариях, есть ли у вас Елань вообще, как, нравится ли вам ей играть. Пишите свои впечатления. Лично я нисколько не пожалела о том, что ее выбила. Но сегодня я решила вспомнить о своей любимой Шэньхэ, поэтому чаще всего играть буду ей. Ну, и сюжетку тоже проходить ей. Что еще хочу сказать по поводу Геншину. Вот этот второй аккаунт у меня, ну, здесь плохо прокачанный персонаж, здесь вообще, о какой прокачке может идти речь? У меня 35-й ранг. Я не совершаю своих прошлых ошибок и здесь практически не прокачиваю. В смысле, не возвышаю дальше ранг, потому что я понимаю, что если я это сделаю, у меня потом будет очень чертовски сложно. Поэтому справляюсь с тем, что есть. Здесь у нас будут какие-то мужики, которые сейчас доебутся до Шэньхэ. Из них нет, давай поищем из зум. А, вот предыстория. Я что-то слегка уже начала проходить. В общем, Нингуан... Дело происходит после битвы за Льюэ, когда напал вот это вот морское чутище, и Нингуан уронила свой небесный нефритовый дворец на эту морскую тварь, чтобы спасти город. И вот она решила восстановить и объявила собрание, что нужно. И на нем объявила, что нужно собрать несколько редких штуковин для восстановления дворца. И вот какие-то пацаны послушали, поняли, что нихера они самостоятельно не найдут. Увидели бабу, вот такую вот, точно такую же, как у меня сейчас, которую я сейчас играю. И решили, что она может им помочь. Я не знаю, каким хуем они вдруг это решили. Ну, то, что она необычно выглядит, наверное, она знает что-то секретное. Если она похожа на адепта, наверное, она обладает какими-то редкими, уникальными знаниями. Ну, вот они и решили до нее доебаться. Ну что, а мы сейчас будем разбираться с ними, какого хера? Я это пересказываю, потому что я пропустила этот момент. Хе-хе, на этот раз вам некуда бежать, госпожа. Че, есть у вас нефритовые штуки, а если найду? Не волнуйтесь, мы вовсе не плохие люди. Просто желаем обменять ценную информацию на немного моры. Никто не останется в накладе. Босс, у меня плохое предчувствие, от нее исходит какая-то странная аура. А еще эти белые волосы. С ней явно что-то не так. И что у нее водится деньжата? Если мы ее пустим, то как мы оплатим свои игорные долги? Повторяю, мне не нужна ваша информация. Говорю это в последний раз. А, госпожа, вы же не маленькая. Мне же не нужно вам все объяснять. Вопрос не в том, нужна вам информация или нет. Вопрос в том, чтобы быть хорошей девочкой и отдать нам мору. Тогда никто не пострадает. Я... Молчать! Я знаю, у вас есть моро. Вы заказали целый столб блюд в глазурном павильоне, но попробовали лишь некоторые из них. Дальше вы посетили шатер Синьюэя, ресторан Народные Выборы, и снова едва притронутись к еде. У бедных девушек не бывает таких экстравагантных привычек. А если вы богаты, что плохого в том, чтобы поделиться морой с нами? Хоть наставница и приказала мне не делать этого в Ливе, это не имеет значения. Может быть, это судьба? Босс, что-то тут не так. Чё испугался? Мы не нарушаем закон, продавая информацию. Если она посмеет нам хоть что-нибудь сделать, мы отсудим у нее целое состояние. Вот они. Опять вы? Мерели ты? Откуда они тут взялись? Это твоих рук дело? Я тебе покажу. Молчать. Как ты смеешь угрожать людям? Ты пойдешь с нами. Господин, не гневайтесь, позвольте мне все объяснить. Ты в порядке? Шеньхэ. Шеньхэ? Меня зовут Шеньхэ. А, понятно, значит, тебя зовут Шеньхэ. Паймон зовут, а Паймон, а это Рвиоль. Спрашиваете, почему? Я слышала о вас. Спасибо, что помогли мне избавиться от этих бандитов. Однако я могла бы обойтись и без вашей помощи. По моим расчетам, достаточно было трижды утарить их головой о землю, чтобы они сдались. Эй, так нельзя, это слишком жестоко. Это же гавань Льюэ. Тут есть законы против такого? Законы? Ты никогда не слышала о законах? Никогда. Серьезно? А как же ты... Это мой живот урчит от голода. Даже не верится, что ты так спокойно об этом сказала. Паймон только что от них услышала, что ты обошла все рестораны, заказала кучу еды и попробовала только по кусочку от каждого блюда. Ничего удивительного, что ты не наелась. Что бы ты хотела пони есть? Цветок цинсинь, глазурные лилии, стеклянные колокольчики. Я обычно их ем, но это лекарственные травы. Лекарственные? Кажется, она не понимает. Придумаю. Пойдем в хищину к Бобу и накормим Шеньхэ. Она как раз недалеко. Чтобы работать, нужно есть. Что ты думаешь, что Шеньхэ адепт? Похоже, она в первой блюде, ей не хватает здравого смысла, поэтому Паймон сделает ставку на то, что она адепт. А, типа, адепты у нас все не обладают здравым смыслом? Получается, по твоей логике именно так? Интересно. Вы пришли за лекарствами? У вас есть рецепт. Цветок цинсинь, глазурные лилии, стеклянные колокольчики. По четверти килограмма каждого. Какой интересный рецепт. Звучит так, будто вы хотите пробовать пообедать этими травами. Вот, это все, что у нас есть. Спасибо. Она действительно ест травы. А почему нам не показали, как это происходит? Я бы хотела посмотреть. Я наелась. Благодарю тебя за угощение. И какие они на вкус? Невкусные. У них приятный аромат, но если съесть очень много, то вкус становится горьким, кислым и вяжущим. Тогда почему ты предпочитаешь есть травы, а не странную еду? Если бы у Паймон было много денег, она бы ходила в лучшие рестораны, заказывала много вкусной еды и съедала все за день присест. Потому что я не уверена, что останусь здесь. Человеческая еда вкусная, но если я вернусь в горы, то воспоминания о ее вкусе будут мешать моему обучению. Поэтому лучше просто попробовать немного, чтобы понять вкус. Вернуться в горы? Равиоль, она точно адепт. Не будем пока обо мне. Какие ваши дальнейшие планы? Точно, Паймон чуть не забыла. Мы здесь, чтобы принять участие в состязании по восстановлению нефритов дворца. Если мы будем медлить, то не сможем закончить то, что должны сделать. Понятно. Я слышала об этом состязании, когда проходила мимо. Хе-хе-хе, если мы победим, то сможем задать нингуан любой вопрос. Ты тоже принимаешь участие в состязании? Я пришла ради восстановления нефритов дворца, но я не думала об участии в состязании. Вы мне очень помогли, поэтому я хотела бы помочь. Не волнуйтесь, я не жду ничего взамен. Нам как-то неловко. Но помощь адепта была бы очень кстати. Тогда в путь. Не будем терять времени. У меня есть план действий на ближайшее будущее. Пайма не сомневается, что у Шениха есть отличный план. Не уверена, насколько он отличный, но он определенно эффективный. Всего лишь устраняю всех, кто опережает нас, мы станем первыми. Нет, 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 так не пойдет. Нельзя так делать. Нельзя? Ну, я слышала, что конкуренция – это по сути конфликт и единоборство. Мы, честно и справедливо, займем первое место. Плоу-стрит-зари, ядро чудес и талисман адептов. Пойдем по списку. Итак, первым идет Плоу-стрит. Я слышал спор снаружи и пошел посмотреть, в чем дело. А это, оказывается, вы? Пайджу, что вы здесь делаете? Госпожа Нингуан заказала большую партию ранозаживляющих лекарств. Но у меня в аптеке недостаточно ингредиентов. Поэтому я лично приехал сюда, чтобы подготовить все необходимое. Зачем госпожа Нингуан столько ранозаживляющих лекарств? Понятия не имею. Я слышал, что она хочет восстановить нефлидовый дворец. Может быть, это для рабочих, но случай, если они поранятся, как бы то ни было, это ее личное дело. Поэтому я не вправе задавать слишком много вопросов. Она также отложила ци-ци, поэтому мне не хватает рабочих рук в хижине Бубы. Не хотите понемногу поработать? Мамы с радостью, но у нас очень много дел. Господин Байджу, вы славитесь своими обширными зданиями. Вы случайно не слышали о Плоустрите Зари? А, он нужен для установления нефритового дворца. Я припоминаю, он напоминается в семи горных трактатах. Там говорится, что после активации Плоустрит Зари возносится к облакам, и что он встречается крайне редко. В древних текстах говорится, что весь Плоустрит Зари был добыт ранее и сейчас находится в чьей-то собственности. Полагаю, торговая гильдия Фэнь Ю сможет выяснить этот вопрос. Ну вот как, тогда нам нужно идти в торговую гильдию Фэнь Ю. Спасибо. Деда же ты, удачи. Если вам что-нибудь понадобится, вы найдете меня в хижине. Так, а дальнейшие действия у нас каковы? Че, кто-то из персонажей занят другим заданием? И занимается заданием загадкой южных небесных врат. О-о-о, так. Кто такая дзынья и какого хрена она нам мешает? А вот в чем минус, когда ты набираешь множество заданий, какой-нибудь ебучий непись обязательно встанет там, где тебе нужно пройти по заданию и будет тебе мешать. И в итоге, чтобы пройти задание с сюжеткой, мне теперь придется идти, лететь за три пизды, с кем-то поговорить и что тогда? А может быть мне и вот это задание сейчас еще предложат пройти? Ну вот это, конечно, бесит. Максимально бесит. Я вообще не понимаю, вот иногда персонаж, он просто стоит и он никаким образом не мешает, но почему-то игра решит, что мешает. Так, и что? Здесь все в порядке. Я могу дальше пройти, окей? Здесь все в порядке. Блядь. Да пошел ты в пизду. Мне сейчас вообще не до тебя, абсолютно. Мне тут какая-то дзынь-ы мешает. Дзынь-ы, я не знаю, как там ее зовут, но я не вникала в этот момент. Так, а что, собственно, мы расследуем? Потому что я не в курсе, что это за задание такое. И здесь ничего странного. Так вот именно здесь вообще ничего странного не происходит. Оставьте меня в покое уже и дайте мне выполнить задание с Шенехей. Иначе это какой-то просто ебейший момент получается. И здесь ничего странного. А теперь-то я могу продолжить. Нет, блядь, нет, блядь, не могу. А все потому, что какая-то дзынь-ы стоит в нужном месте. И ее, видимо, не должно быть в задании с Шенехей. А, дзынь-ы, это мужик. Простите. Я перепутала. Ты вернулась, как дела? Кажется, все в порядке. В порядке есть землетрясение и чудовище странно. Хорошо, если все в норме. Вот, прими, пожалуйста, с дурды, а мне пора. И что, вот каким образом он мешал мне пройти задание с Шенехей? Я что-то понять не могу. Он вообще никак не взаимодействует в этом задании. Его просто нет. Молодой господин, наконец-то вы вернулись. А, при чем тут Синчю? Ты чем-то обеспокоен? Последнее время в гильдию поступило много заказов. Мы выбиваемся из сил. Ваш отец спросил передателям, чтобы вы остались и помогли. Пусть персонал сначала разберет заказы. Я займусь ими лично чуть позже. Просто чудесно. Спасибо, молодой господин. Благодаря вам я смогу вдохнуть свободнее. Синчю, ты тоже здесь? Мы хотим спросить тебя кое-чем. Ревиоли, Паймон, пожалуйста, подождите минутку. Сю, мне нужно принять гостей, а ты возвращайся к работе. Мы обсудим дела гильдии чуть позже. Понятно, понятно, понятно. Не ожидала увидеть вас сегодня. Что-то случилось? Вам нужна моя помощь? Синчю, ты слышала о Плаустрите Зари? А, понятно, тоже участвуйте. Что значит тоже? Не буду врать, у торговой гильдии в июнь есть искомый Плаустрит, но только один кусок. В последнее время многие интересовались, поэтому он будет выставлен на аукцион. Как говорится, все решает спрос и предложение. По моим оценкам, его окончательная стоимость может превысить 500 миллионов мурн. 500 миллионов мурн? Я бы не рекомендовала участвовать в аукционе. Цена слишком завышена, он того не стоит. Но без Плаустрита Зари, не волнуйтесь. Вы слышали что-нибудь о Созерцателе Морей? Это кто? В былые времена Созерцатель Морей состоял в хороших отношениях с Творцом Гор. Но, насколько я помню, он давно ушел в мир иной. Все верно, я удивлен, что кто-то кроме меня знает о нем. В хрониках облаков говорится, что Созерцатель Морей создал обитель, в которой хранятся всевозможные сокровища. Среди них есть и Плаустрит Зари. После смерти Созерцателя Морей, его обитель была заброшена, а местное нахождение ее утеряно. К счастью, недавно я закончил собирать серию книг с легендами и нашел в них намеки на эту обитель. Я сопоставил факты и могу с уверенностью сказать, что обитель расположена недалеко от предместе Лиша. Лиша, Лиша, не знаю. Как здорово, мы точно сможем забрать Плаустрит, который найдем там. Это не будет слегка, но неуважительно по отношению к адепту. Я не думаю, что возникнут проблемы. Насколько я знаю, Созерцатель Морей отличался великодушием. Будь он жив, он не стал бы беспокоиться о таких пустяках. Я не слышала этого Созерцателя Морей прежде. Позвольте спросить, из какого текста вы подчеркнули эту информацию? Это всего лишь слухи, которые ходят в горах. Нам пора. Мне кажется, эта девушка немного похожа на одну мою знакомую. Это он сейчас Чунь Юнь имеет в виду? Но Чунь Юнь это знакомый. И еще кое-что. Обители адептов отлично продуманы и имеют собственные защитные механизмы, поскольку обитель очень долго была заброшена, в ней могут обитать монстры и злые духи. Поэтому будьте осторожны. Мы будем осторожны. Спасибо, Синтю. Ой, блядь, что пугаешь-то? Уйди нахер. Нахуй. О, вижу сундучок. Вообще, вот знаете, после того, как я на своем аккаунте зачистила, пропылесосила абсолютно все территории, у меня там уже не осталось сундуков, я зашла сюда и, понимаете, это такой чистый кайф просто бегать по вот этой вот обширной территории и буквально на каждом шагу открывать сундуки. Это реально чистый кайф. Я не знаю, как это еще описать, но я просто зашла и я кайфанула от того, насколько же это потрясающе. Я больше всего обожаю в Геншине собирать сундуки, изучать новые территории. И мне так грустно, когда сундуки заканчиваются и когда не остается никаких головоломок. Я сейчас исключаю здесь абсолютно головоломки из-за Надзума, потому что это был какой-то ебейший пиздец. Я долго очень не могла понять вообще принцип этих головоломок, особенно с этими стрелами, как их поворачивать вообще, как в принципе вращать, в каком направлении, когда нужно было собирать электрические цепи. Я вообще ничего этого не понимала, и меня бесило. Ужасно бесили подобные головоломки. И когда вышел разлом, и в нем снова появились классические нормальные головоломки, типа знаете, вот такая вот аура из воздуха, и ты просто на нее сверху падаешь, хоба тебе, сундук сразу появляется. Или, например, вот эти цветочки, из которых раздуваются зеленые круги, в которые надо попасть выстрелом. Это я... Первое время я просто кайфовала в разломе. Я потому что соскучилась по подобным понятным нормальным головоломкам, которые абсолютно не выносят мозг. Простые, доступные и ненапряжные. Вот то, чего мне действительно не хватало в игре. Ну, конечно, стоит ли уделяться тому, что на этом аккаунте у меня тоже есть Райден. Как же без Райдена? Я не могу. Райден все-таки мой любимый персонаж. Да, Шинхэ, конечно, классная, но моя абсолютная любовь это все же Райден. И я почему-то не пойму. У Нингуан, походу, стоят какие-то ужасные артефакты, потому что... Ну, что это? Это совершенно не солидно. Урон 46. Чего? Что такое у нее там? Так, кстати, смотрите. Так. Тема из Гарри Поттера. Гениально. Почему бы и нет? Почему бы не сыграть сейчас тему из Гарри Поттера? Очень, по-моему, подходящий момент. Так, ну что? Дайте Пайман взглянуть. Место, о котором говорил Синьсю, должно быть где-то неподалеку, но Пайман ничего не видит. Ты слепая, что ли, Пайман? У них такой вид, как будто их абсолютно ничего не удивляет уже в этой жизни. Здесь недавно использовали магию адептов, чтобы скрыть следы. Я ее нейтрализовала. Попробуйте поискать еще раз. Потрясающе! Ты молодец! Ну, еще хорошенько поищу. Смотрите, там появилась фея. Ой, ой, ой. Кстати, я же могу сейчас активировать вот эти вот штуковинки и забрать сундук, что было бы очень кстати. Блин, да! Ну, это фея. Она сейчас улетит в какие-нибудь ебеня, и мне придется бежать за ней. А могу я? Все-таки... Отвлечься от всего этого и... А где камни? А, блин. А, блин. Так, а ширма Минки не справится с этим? Нет, нет, не справится. Ну что, жалко, что у меня тут деда нет. Ну, тогда... Эмбер незаменима. Эмбер незаменима. Или нет? Они же потом через какое-то время исчезнут. Бляха, муху. Ну, я сейчас на Бырме. На Бырме. Так, хоба сюда. Встаешь сюда, сюда. И куда еще? А, туда наверх. А, ну, похоже, она не собирается закрываться. Ну, это очень хорошо. А, у меня эта штуковинка тоже пропала. Ну, ладно. Да ты, Нинька, что ты делаешь? Залазь. Так, стоп. А, спасибо. Я уже запаниковала. Так их же три. А, этих... А, все. Мне почему-то запомнилось, что... факелов вот этих было четыре. Ламп. Не знаю. О, драгоценный сумик. Отлично. Кстати, на этом аккаунте я... Ну, на своем-то я чутка доначу. Чутка совсем. Ну, там, полую луну покупаю. Ну, по классике. Боевой пропуск иногда. Вот. По сути, ничем не отличается от платной подписки в любой какой-нибудь онлайн-игре. Вот. А этот аккаунт у меня будет полностью фри-ту-плей. И у меня здесь как бы нет какой-то большой необходимости именно в каком-то конкретном персонаже. Ну, ялань я выкрутила просто потому, что у меня был на нее стопроцентный гарант. А вот. А здесь у меня нет такой цели собрать кого-то конкретного. Поэтому я просто буду крутить все подряд. И кто выпадет, тот выпадет. Например... Блин, жалко. Мне сейчас не хватает. Ну, в общем, буду пытаться крутить Сяо. Не знаю, успею. Нет. Скорее всего, нет. Потому что после Елань там круток... Круток 10, может, уже было. Вот. Такие дела у меня в этом аккаунте. Ничего донатить в него не буду. Потому что мне хватает и основного аккаунта для этого дела. Ну что, мне дадут шеньхэ? Ух ты. Мы только что были у водопада. И как мы вдруг оказались здесь? Так много облаков. Кажется, мы находимся высоко в небе. Мы находимся в обители Адепта. Если я не ошибаюсь, полустрит Зарит должен быть здесь. Правда? Дайте память посмотреть. Не то ли это фея, которую мы видели? Смотрите, она спускается под облака. Если присмотреться, скалы и деревья выглядят незаконченными. Может быть, под облаками есть что-то еще? Это не настоящие облака. Это магия, которая была использована для разделения пространства. Если мы хотим спуститься вниз, мы должны сначала разрушить магический механизм. Тогда приступим. Я чувствую присутствие монстров. Не знаю, где они прячутся, но нам нужно быть на чеку. Блин, такая музыка расслабляющая. Вот я не знаю, у меня почему-то создаются впечатление, как будто я нахожусь в каком-то спа-салоне и чили отдыхаю в какой-нибудь там аквазоне. Ну вот правда, музыка очень расслабляющая, как будто какой-нибудь массаж делают. Почему-то у меня такое ощущение складывается. Но тут монстры, но они никак не вяжутся с этой музыкой? Под эту музыку совершенно не хочется биться. Просто хочется красиво отдыхать, лежать где-нибудь на пляжике. в смысле ты не любишь грибы как вообще можно не любить грибы я понимаю вкусы у всех разные но вот я очень обожаю всякие грибы съедобные конечно не галлюциногенные, обыкновенные грибочки почему-то мне вдруг этот мем вспомнился про грибы и ты не ешь грибы ой, чего в смысле это видос был про мужика который с такой же интонацией возмущался что кто-то не ест грибы ооо, вот это это мне, это для меня да, вот они специально для елань огненные но почему-то елань как назло бьет как еблань елань, ну ты не еблань что за халтура елань ой, не туда, ой, не туда вот я обожаю в геншине подобные головоломки которые понятны и ты сразу понимаешь что надо делать тут тебе не надо ничего вертеть как говорится хочешь жить у меня не вертеть вот и то же самое в геншине походу чтобы понять некоторые головоломки чтобы догнать до них ой, нахера я использую это электро если мне здесь совершенно это не нужно вот мне нравятся нормальные доступные головоломки где ты сразу понимаешь что тебе делать где не нужно ломать голову в прямом смысле этого слова вот я просто обожаю но это выглядит так красиво когда она связывает их этой веревкой это выглядит очень мощно и необычно а еще меня что удивило у нее ешка очень быстро восстанавливается и ты просто не успеваешь опомниться и вот тебе уже вот тебе она опять восстановилась это очень удобно я ее хотела даже на основном аккаунте выбить но потом подумала что надо и вообще я коплю кто у меня там хотел как Кли Казах и Тарталья это в ближайшее время кто меня бьет то я понять не могу а мне еще какая-то херотень осталась так а как мне на нее попасть чего я не пойму так а что в смысле я же все активировала а понятнее не стало а что делать а мне туда что ли а мне куда надо вообще а сундук оба внезапно но мне показывает что надо идти сюда я по-моему все уже активировалось что можно было ну а почему почему мне его разбить надо или что да иногда я не вижу очевидных вещей механизм сломался пальма падает как вы так я вот не понимаю зачем в играх во время битв вообще вставлять какие-то диалоги если ни хера же не слышно непонятно я не успеваю даже читать это потому что мне совершенно не до этого я никогда не понимала зачем диалоги вставляют в таких моментах такие острые моменты это просто нужно следить за ходом битвы и остальное абсолютно не ебёт ну а сейчас ещё этот хер проснётся о ну это мы тогда завтра будем активировать ну сука бля бешеный бык о блядь о блядь о блядь о блядь спокойно нормально да почему ешка то ни у кого не восстанавливается дайте мне ешку спокойно спокойно блядь ты буйный псих о блядь о блядь о блядь блядь кухонный комбайн всё-таки проснулся а может сейчас произойдёт что-то неожиданное и он просто отвалится куда-нибудь нет нет конечно иначе и быть не могло как хорошо что внизу вода всё могло бы закончиться по-другому фея направляется туда быстрее за ней мы упали ой кстати грибочки красивые упали на какой-то нижний нижний этаж подземелья подземелья оу щит нормально эта стена выглядит как-то по-другому давайте смотрим её поближе я помню очень много мемов ходило да и сейчас наверное есть мемы про то как шинхэ таскает какой-то огромный камень ну наверное это всё пошло отсюда я думаю шинхэ у нас очень сильная баба ни хера о бля вышел нет виша это виша вы чё издеваетесь вот прикиньте а как я это проходила при непрокачанной шинхэ это же просто ёбнус сейчас там мне тяжело с пятью персонажами во фряде а тогда это было ещё хуже сколько можно бить это ебучее ядро просто знаете в час по чайной ложке может это можно как-то быстрее сделать так кухон это компания очень увлекательно пиздец этот квадрат да вот тот самый камень это и есть плау-стрит зари который нужен нингуан какой он огромный ну нефритовый дворец тоже не маленький возможно но почему тогда плау-стрит не парит в воздухе потому что он деактивирован в таком состоянии он внешне отличается от других камней но весит примерно столько же только после активации он раскроет свой истинный облик освободиться от атаков земного мира и воспарит ох ты шенихэ ты так много знаешь это потому что моя наставница очень любит поговорить когда у нее есть свободное время она приходит и рассказывает мне обо всем на свете сначала некоторые вещи казались мне ужасно скучными но потом я поняла насколько они полезны интересно кто твоя наставница подожди-ка у Паймэн появилась одна мысль если мы активируем его здесь то не сможем собрать его а еще мы улетим в небо а если его не активировать то мы не сможем поднять такой здоровенный камень как же нам нести его отсюда не волнуйтесь я могу поднять этот камень одним мизинчиком ты уверена будь осторожна не волнуйся я великолепно осознаю ценность такого большого полустрита я буду очень осторожна и не позволю чтобы с ним что-то случилось береги себя так вы переживаете обо мне конечно Паймэн уверена что тебе все по плечу но даже Шенихэн может пострадать если на нее упадет такой огромный камень всем известно что при перемещении тяжелых предметов нужно быть осторожным теперь понятно спасибо за заботу тогда я возьму полустрит и мы увидимся с вами на строительной площадке Шенихэн поднимает полустрит и уходит смотри с какой легкостью она несет эту тяжесть она точно совершенно необычный человек Рефиоли пойдем скорее надо ее что-то там конечно как обычно я не успела прочитать слишком быстрый субтитр вот а еще меня что поражает Геншин вот они придумывают такие красивые потрясающие подземелья оуу щит я не хотела этого кстати можно здесь побегать может тут что-то интересное найдется вот они придумывают такие потрясающие подземелья которые у меня такое чувство что я не должна здесь быть что я попала сюда по ошибке так вот они придумывают очень красивые подземелья но как правило они все временные ивентовые то есть ты проходишь и все ты в них больше никогда не возвращаешься и все и смысл всего вот этого вот создание такой красоты чтобы потом это просто убрать то же самое с различными ивентами взять те же самые прятки вот в кооперативе по сути сейчас делать ну просто нечего ну там данжи фармить боссов валить разбивать им лица но все по сути это все я не понимаю почему бы не вести на постоянной основе те же самые прятки еще какие-нибудь небольшие активности ну допустим не выдавать за них награды ну так в них уже нет такой большой необходимости потому что все было получено на ивенте ну кто успел тот успел ну просто оставить их в качестве игровой активности зачем делать что-то на время чтобы потом это убрать а нафига тогда это делать я вот не понимаю это как будто бы в пустую ты что-то делаешь и все ну короче как истории там какие-нибудь ты выкладываешь которые потом через какое-то время пропадают и смысл всего вот этого мне непонятно в общем ладно продолжать задание Шиньхэ буду в следующий раз кстати сундук кстати сундук я смогу его разбить нинкой да нинка смогла нинка может все о мои любимые штуки как называются эти штуковинки я их просто обожаю чё-чё-чё-чё я обожаю их ну короче ничего не происходит я понимаю истощение запасов руды но при этом будем пиздить руду мы заботимся о природе как называют эти штуковинки еще хер попадешь ах ты ж какой сучий вот моя любимая активность в геншине побольше бы таких ой сундучок как же я это люблю понимаете на каждом шагу сундучки это так потрясающе здесь надо летит моя стрела или нет ах хуяк долетела смотрите как он разъярился а чё ты зассал что ли ко мне идти а смотри какой ссыкло подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на паблик ссылка в описании под видео всем пока